Всем привет! Надоели обычное блюдо? Картошка, запеченную курицу, котлеты? Тогда вы попали в правильное место. Потому что вы даже не представляете, что мы сегодня будем готовить. Конечно, если вы не прочитали название видео. И мы будем готовить очень вкусное блюдо. Это тушеная утка. И она получается просто изумительно. Как в ресторане. Такой запах, такой вкус. Если все сделать правильно, то она получится очень нежной. Заинтересовала? Тогда давайте посмотрим, что нам для нее понадобится. Хорошо моем, сушим и разделываем утку. Если на утке много жира, его можно срезать и потом что-нибудь на нем поджарить. Не забудьте вырезать штучки с жиром из хвоста утки. Только его уже есть нельзя. Но не надо отрезать весь хвост. Там тоже есть кусочки мяса. Рационные кусочки складываем на холодную сковородку с толстым дном. Кладем шкуркой вниз. Сковородку с уткой ставим на большой огонь и ждем, пока она подрумянится, но не подгорит. Не забудьте накрыть крышкой, утки тоже любят баню. В это время чистим, моем и режем морковку с луком. Морковку я порезала кружочками, а лук полукольцами. Также чистим и режем пару зубчиков чеснока. Через 5 минут переворачиваем утку и добавляем порезанную морковку с луком. Закрываем крышкой и тушим дальше. Моем апельсины и яблоки. Апельсины очищаем, а яблоки чистим. Из яблок вырезаем косточки. Фрукты нарезаем кубиками. Через 5 минут тушение утки на другой стороне огонь уменьшаем до самого маленького и вливаем вино. На килограмм утки где-то 300-400 мл. Добавляем 70 граммов меда, лавровый лист, соль и перец. И тушим с закрытой крышкой около часа. Когда утка будет почти готова, добавляем фрукты. Как гарнир я выбрала пюре. Когда мясо уже будет отделяться от косточки, добавляем приправы по вкусу. Вы чувствуете этот запах? Это просто что-то. Даже если у вас получилось не очень вкусно, главное все красиво выложить, потому что первое впечатление самое главное. Но я уверена, что невкусно получиться не могло. Сладкая и нежная утка. Достаточно просто и в домашних условиях. Я надеюсь, вам понравилось. Я буду очень рада, если вы поделитесь своим мнением. Спасибо за просмотр. Надеюсь, скоро увидимся, потому что готовить так просто и так интересно. Продолжение следует... ... ... ...